Мы вернулись в Сеул. На платформе я хотела просто показать, как тут все это продается. То, что вы можете взять с собой в дорогу и сточить в поезде. У нас в поезде, кстати, никто не ел почему-то, ни в ту сторону, ни в другую. Прям аж обидно. Ого, бургеры есть. Рисовые. Всего 5 тысяч вон. Прикольно. Мы свернули в поисках той еды, про которую я вспомнила, что она классная на одну из махоньких дроводливых улочек. Тоже зараза усиливается, и мне это не очень нравится. Но пока вот идем по вот этим вот симпатичным улочкам. Йогурт ворлд. Интересно. Закрытно. Все, закончился йогурт ворлд. Моя главная бунгузовская рекомендация — это чикен майо. У Евы будет что-то с омлетом, насколько я поняла, и с ветчиной. Сейчас попробуем. Вкусно, нет? Ух, я поэтому скучала. Вкусно, капец. Тебе как? Пока не знаю. Скучи. Пытаюсь чистую руку снять, как она выглядит. Ветчинка из яйца. Поскольку Евы на ветчина омлетный был не очень вкусный, мы взяли из пульгоги. Еще такой вот отдельно. То, чем его на двоих. Он стоит 5000 вон — это 250 рублей. Такое небольшое дополнение про цены. Здесь очень дешево. 150 рублей, 175 рублей. Да что ж ты не фокусируешься на рублях. Вот. В общем, всякие вкусни. Моя любимая чикен майонез стоит 160 рублей. Ой, вроде 210 рублей. Вот. Так что очень рекомендит. Прям советую. Их по городу много. Можно просто ввести в поиск бунгуси. Или если вы владеете корейскими буковами, вон там написано, как она называется. Бунгусы. Так она идет. А мы пошли на метро. Мы проходим мимо Сакьонг женского университета. Я сейчас проверю в Википедии, действительно ли он только женский. Мне прям интересно стало. А Евы идет и бухтит. Говорит, нравится мне, что к каждому Старбакс приотачен. Вот откуда капюшопа ушки все повылезали. Сейчас на университету приотачен. В смысле. Вообще красиво это все выглядит. Так мощно. Такое впечатляющее. Особенно в такую серую погоду. Деньги. 28 ноября. Снежинка есть на гербе университета. Но под ногами их нет. И вообще как бы дождь. И вообще на самом деле градусов 15. Мы идем в пухонах. Жарко. Капец. Выглядит как сентябрь. Наш отечественный. Питерский. Я бы сказала. Начало сентября. Конец августа. Пухон расстегнутый. Хочется его вообще нафиг снять. Возможно даже это будет разумно. Если мы туда пойдем, мы придем к метро. Ненавижу вас всех. Очень уж тут красиво идти в обход. А главное коленочком. Так хорошо, что не надо по лестницам спускаться. Ух. Очень приятно ради разнообразия поснимать Корею и традиционные корейские всякие штуки. Ханок вот этот весь. В другую погоду. То есть не когда солнечно, а вот когда такая серая мрачность. Мне кажется, это очень красиво выглядит. Сюл с зонтиками очень забавный. Хорошенький такой. Особенно когда мелочи много вокруг. Господи боже мой. Мы сейчас идем мимо младшей школы. И дети очень сильно обращают у нас внимание. Здороваться пытаются вот это вот все. И смотрят очень, очень смотрят. Это довольно таки, ну как, странное ощущение. Столько внимания. И все нам. Целец. Медвед. У них чаепитие. Все мило и прекрасно. Вот так вот. Вообще в Сеуле есть такая штука, как Art Mural Village. И вот это прямо на нее настолько похоже, что я пошла гуглить не оно ли это. Но это вроде как не оно. В Сеул сегодня совсем Питер. Морак такой. Мордор. Джин наконец-то дорвался рекламировать Джин рамен. Не это ли повод получить настоящий корейский опыт и пожрать рамен в ночи? Тихие. Эта фигня капец острая, поэтому она сыпает только половину. Случайно чуть не сожгли Сашу розетку, но в целом справились. Вот. Но в принципе тот же самый доширак вид сбоку. Как по мне невкусно. Но я могу ошибаться, потому что Света, которая с нами тут была, очень оценила этот рамен. И он прям очень сильно понравился. А я что-то не махивает. Сегодня 29 ноября. Мы вышли на завтрак в Парибаге. Тут моют стекла. У меня просто удивило, что вот этот товарищ это европеец. Ну, европейской внешности, молодой человек. Его не видно, к сожалению. Вот. Сегодня обещают температурный перепад с плюс 14 до минус 8, то есть 22 градуса. И в такую погодку очень сильно не хочется выходить никуда из дома, потому что не знаешь, как будешь вообще возвращаться потом. И не долбанет ли тебе твоя метеозависимость. Молодой человек за стойкой очень упорно со мной пытался разговаривать. Много всяких вопросов задавал. Я смотрю на него несчастными глазами. Поняла, кто здесь мы будем или нет. Цена по фантука у меня. Оранжевый. Это мой оранжевый бро. Ну, вон мелкий стоит. А на камере, как оранжевый. У меня камера сидит вонючь. Оказывается, не просто так мойка стекла была. Они теперь наклеивают новогодние какие-то штуки. Криво, конечно, наклеивают. Просто капец. Мы просто изнутри посмотрели. Там сантиметров на 10 лажа, но бог с ними. Выглядит все равно симпатично, ужасно. Хотя кофе мне неправильно сделали. Я просто нахожу это по-своему потрясающим. Это очень забавные дизайнерские решения для туалетной воды. Ну, просто выглядит реально прикольно. Не знаю, как она пахнет, и я, честно говоря, не очень хочу знать. Стоит, кстати, такая штука. 3000 рублей. Какая-то такая прям премиум туалетная вода. Это даже 4. Вот так. Немножечко корейских рекомендаций. Пицца с картошкой, мазиком. Господи, это так вкусно. У меня... Вот это, кстати, тоже с ветчиной просто потрясающе. Господи, это так офигенно. Очень советую. Вот эти вот штуки. Это специальный разделитель для пиццы. Вы втыкаете один в один кусочек, второй во второй кусочек и разделяете. Ну, а мы предпочитаем это делать Russian style. Хать, 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 хать. Еще один важный момент, почему корейская пицца, эта прекрасная корейская пицца, гораздо круче, чем у нас сейчас в России. Потому что сыр здесь гораздо более дорогой и вкусный. Тянущийся настоящий вкусный моцаральный сыр. Конкретно в этой пиццерии стоимость пиццы вот таких из двух половинок составленной 24 900 тысяч. На наши деньги это 1250 рублей по текущему курсу. Ну, примерно. Я себе прикупила гетры, сейчас я их буду тестировать. И гетры мне нужны, потому что я очень сильно сомневаюсь, что я смогу себе в Коре купить обувь. Интересно, каковы мои шансы не околеть, к чертовой матери. Я надела шерстяные носки, я купила себе гетры, которые чуть-чуть спасают ноги от холода. Именно в районе ботиночек. Проблема Кореи в том, что здесь очень промозглый холод. То есть он реально прям до костей пробирает. Очень холодно. Очень-очень-очень-очень холодно. То есть в кроссовках мне вообще нерадожно. Ну, попробуем. Нашли очень модного пацана на районе. Корейцы морозостойкие, поэтому парень пришел в магазин в минус 5 босиком в тап. Жилые районы у них все-таки прям очень симпатичные. Вот эти все камушки с травой, заборчики. Ну, это вот именно эти, районы опатов. Про опаты я уже в другом видео рассказывала. В чем там прикол этих почему-то узких зданий, где нет окон сбоку. Это реально любопытная тема, почему они именно... Ну, вернее, не почему, а что там внутри. Почему это именно так выглядит. У них в меню есть лояльный черный чай. Вернее, лояльный молочный чай. А, да. Вообще, в нашем Тома-на-Томсе любимом поставили скульптуры какие-то. Вот такие вот. Не знаю, о чем они, к чему они. Название особо, по-моему, одно и то же везде. Тут, судя по всему написано, смотри, но не трогай. Вот такая вот она. Здоровая самая. По поводу расценок в аптеке. Любимое лекарство любого русскоговорящего человека ибупропен. Ибупрофен, то есть. Оно у них есть, во-первых. Это хорошие новости, я считаю, потому что обезболивающие достаточно работающие. Все фармацевты здесь более-менее англоговорящие. Он мне, он даже подписал, что одну таблеточку три раза в день. Принимать 400 миллиграмм в упаковке сколько, 10 таблеток. Вот. И стоит от удовольствия 3000 вон, 150 рублей. Интересный момент также, что мы покупали тераплю. Тераплю у них тоже есть. Так и называется. Тераплю. Тераплю. Наш, соответственно. Тераплю у них стоил дай бог памяти то ли 7, то ли 8 тысяч вон. То есть около 400 рублей. Там было где-то 8 или 10 пакетиков в упаковке. Причем он у них есть ночной и дневной, поэтому еще возможно с помощью заснуть. Не знаю. Вот как-то так. Следующий лот. По актуалочке идем. Экспресс-тест на ковид. Довольно-таки рабочий, потому что у нас очень четенько он срабатывает на тех, кто болен. Показывает, что они у нас ковидные. А те, кто не болен, то есть я, показывают, что не ковидная я. Вот. Такой вот экспресс-тест. В нем две штучки. Вот тут написано. То есть на двох разных человек можно либо для одного, чтобы точно удостовериться. Стоимость такого теста 9 тысяч. Мы еще в красненькой коробочке покупали за 10 тысяч. И мне он, если честно, в красненькой почему-то больше вызывает доверие и больше нравится. Но тем не менее это получается, что за 450-500 рублей вы можете понять, ковидный вы или не ковидный. У нас, по-моему, такие штуки гораздо дороже стоят. Самое главное, когда кладешь в метро сумку сверху на полочку, ее потом не забыть забрать с собой. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok